Почему вам может быть интересна сегодняшняя встреча? Ну, надеюсь, мне есть что сказать вам, потому что я вот сотрудник Sigma, но фактически работаю на проекте AOL. Ну, теперь уже нельзя говорить о AOL. Они продались, их продали, их купили. Там были шведские семейные романы французские. В итоге все закончилось тем, что есть Verizon, которая владеет AOL, вероятно, Yahoo. Она их объединила, назвала общую компанию AOL. Вот, и вот по сути я вот сейчас работаю на AOL и руковожу Data Warehouse'ом одного из проектов внутри AOL. Ну, это не проект, это продукт, скажем так. У них немножко другая система, да? Вот, и в моем подчинении, ну, как бы большая система, 2,5 миллиона в пике rate в секунду входящей события в нашу дата платформу. Очень много вещей мы знаем про AWS, что-то знаем про Spark, что-то знаем про Kafka и про вообще real-time data-платформу, что просто пришлось, ну, расти вместе с рейтом. Вот этот рост, я постараюсь вам сегодня донести эти знания, которые мы получили. Поэтому это, ну, может вам быть интересно. Вот, постараюсь как-то это так в легкой форме рассказать. Вот, и, в общем-то, вот, наверное, поэтому мы здесь сегодня все и собрались. Я соорганизатор Одесской Java Azure группы. Так что, если будете в Одессе, по четвергам мы проводим, ну, не так часто, конечно, но там раз в месяц или два мы проводим встречи, так что welcome, будем рады вас видеть в Одессе. Лето закончилось, конечно, и теперь как бы уже люди смотрят на Киев, Львов, но тем не менее, если вдруг судьба вас закинет в Одессу, с радостью увижу, готов буду встретить вас. Так, значит, сегодняшняя встреча. Сегодняшняя встреча, она состоит из нескольких секций. У нас два часа, разделенных перерывом. Но по факту, когда я начал собирать материал, его получилось гораздо больше. И как бы как получится. То есть мы остановимся там, где мы остановимся, но, конечно, я надеюсь, что вы не пожалеете в любом случае, потому что я буду стараться донести до вас любую информацию, но стараться сделать ее интересной. Вот, если мы дойдем до конца, оно будет прекрасно. Вначале мы поговорим о Big Data, ее место на проекте, Big Data Fundamentals, да. Потом у нас будет, собственно, взгляд на нашу дейта-платформу. Вот, вы увидите ход наших мыслей и масштаб всего того, что мы сделали. А потом просто вот lessons learned. И мы будем там по Spark, по Kafka, по Data Dog, по мониторингу. Да, в конце, если дойдем, будут какие-то советы, но это такой бонус, посмотрим. Так, да, в общем, первая глава. Вот этот товарищ, это ты же программист, да, все знают, ты же программист. Ты же Big Data Engineer, ты наверняка знаешь, как это сделать, или как сделать то, или как соединить две вещи, которые, ну, на первый взгляд, в их глазах, менеджеров, PM-ов, заказчиков, это просто. Но на самом деле Big Data Engineering, она уже не та, которая была лет 5 назад. Она очень дифференцированная. Data Engineering, все, что касается управления данными, по сути, на самом деле, это непосредственно моя специализация, это моя экспертиза, Data Engineering. Здесь нет rocket science, тут есть челленджи, там, scalability, все такое, но вот тут нету каких-либо там, не знаю, хитро-мудрых алгоритмов с logistic regression, прочее, прочее. Зато они есть в Data Analysis. Это тот самый Data Science, куда тоже многие стремятся. Мы не будем сегодня говорить про Data Science, потому что, как, наверное, вы догадываетесь, это отдельный мир, отдельная вселенная, и про нее можно рассказывать тоже часами. Так что, если вам интересно Big Data, выбирайте. Можно Data Engineering, можно Data Science. И то, и то, на мой взгляд, интересно. Вот. И следующая штука, которая тоже может быть вам интересна, это Data Infrastructure. С ней ассоциируется новомодная профессия, которая называется DevOps. Наверняка слышали. Ну, DevOps не только, конечно, и в Big Data. Они сейчас уже популярны везде, так как паттерн. Мода такая, иметь DevOps на проекте, который занимается подъемом инфраструктуры, там всякий модный паттерн, инфраструктур через код, там, докеры и прочее, прочее. Вот. Но, тем не менее, в Big Data часто бывает труды вопсов незаменим, потому что есть облака, есть всякие практики, полисис. У нас ОАС навязывает большое количество полисис, и мы просто физически не успеваем всех аплодить. Поэтому у нас есть девопсы, которые помогают нам. Они отвечают за низкоуровневые вещи. Они подготавливают там докер имиджи, какими-нибудь, не знаю, там, АМИ имиджи для EC2 машин в АВСе, да, в облаке амазоновском. И это отдельный мир с отдельными знаниями, с отдельным стеком. То есть там можно родиться, там можно умереть и не знать о том, что происходит здесь и здесь. Так что мир Big Data, он на самом деле очень разношерстный. Вот сегодняшний наш фокус будет посвящен Data Engineering. Пару слов на то, где все-таки есть, где искать Big Data на проекте. Часто говорят заказчики там, Big Data, хочу Big Data, она все решит. Бизнес требует Big Data, вот давайте введем Big Data. Менеджеры с горящими глазами. Сколько стоит внедрить Big Data? Они не понимают, что это такое. Big Data, ну, есть классическое определение 3V, да, там, variety, velocity, volume. То есть Big Data ассоциируется с большим объемом, с большим рейтом входящих данных и с большим разнообразием форматов. Но это очень не точно. То есть это не совсем то, что мы называем Big Data. Это может быть и в интерпрайс-приложении. Или наоборот, многие говорят, там, где Spark, там Big Data. Там, где Hadoop, там Big Data. Это тоже не совсем правильно. Потому что все равно это не дает вам никакого клю, почему это так. Spark можно использовать и в интерпрайсе, откровенно говоря. И ту же Kafka. Популярно вот там есть паттерн, и тот же Event Sourcing, которые могут… Вот есть статьи от Confluent и других ребят, которые говорят, как сделать Event Sourcing, например, на базе Kafka. Это прекрасный Event Storage. Так что… Но тем не менее, все-таки где Big Data на проекте может быть? Где ее место? Давайте попытаемся, потому что это нам поможет дальше. Ну, наверняка у вас есть некоторые… Предположим, у вас есть продукт. Там вы работаете на… Или там предположите, что есть какой-то там, не знаю, imaginary продукт, которого есть наверняка есть API. Вокруг этого API кроется, ну, наверняка, некоторое мобильное приложение, будь то розетка или, не знаю, там, booking. То есть, в принципе, это все попадает под этот тип enterprise application. Конечно. Есть наверняка какой-то customer web portal, да, который там web, ну, та же розетка, например, розетка.com. Есть некоторый back office, это админка. И все они используют дружно некоторое API, которое там публично, открыто, там, защищено, все такое. Возможно, есть какая-то интеграция. Наверняка booking, сайт используют интеграцию с какими-то отелями, сторонними сервисами для того, чтобы информацию получать. Это все используется и сваливается в API, в которой наверняка у вас есть какие-то domain services. Это может быть микросервисы, это может быть SOA, это ваша религия здесь, та, которую вы хотите. Хотите, это будут микросервисы. Наверняка они разбиты красиво по доменам, все классно, все здорово, но здесь, где же big data? Наверняка есть у вас еще инфраструктурные сервисы. Если микросервисы, то это могут быть там какие-нибудь service discovery, dependencies, удаление. Есть уровень каких-то инфраструктурных микросервисов, которые шарятся сюда, юзаются, и опять же вопрос, где же big data? И у многих в головах рисуется такое облочко, вот надо фигачить его сюда. Вот сюда мы его прикрепим, и завтра у нас там revenue увеличится, ROI там улучшится, то есть все будет хорошо. На самом деле я бы вообще слово big data не употреблял в контексте моей профессии, потому что оно немножко вводит в заблуждение. Я бы говорил data platform. То есть фактически то, чем я занимаюсь в data engineering, я разработчик data platform. Я создаю компоненту, которая получает большое количество информации у себя, агрегирует, организует их правильно, и потом уже предоставляет для репортов, для аналитики, для этих data science и все остальное. То есть в принципе, если так разобраться, то data platform — это некоторый черный ящик, который идет, как правило, отдельно в проекте. Не обязательно, но он идет отдельно. И у него есть там set party providers, есть некоторые platform components. Ну, например, там сюда сыпятся ивенты о транзакциях, о сделках. Вы зашли на сайт booking.com, наверняка куда-то ушел ивент о том, что вы зашли на сайт. Или там вы посмотрели это. Вы даже не представляете, какой-то YouTube. Вы даже не представляете, какое количество ивентов генерируется, когда вы просто смотрите ролик или нажимаете на паузу, там вы посмотрели 30%, 40%, 50%. У нас в принципе то же самое. Мы разработчики видеоплатформы для Ауса. И у нас в принципе все то же, что и в YouTube есть. И вот наша data platform как раз эти все ивенты и собирает. Вот. И в общем-то наша главная миссия — это организация этих данных. Главная миссия data platform. Вот где сосредоточение big data на проекте. Data platform. Давайте посмотрим типовую дата-платформу, откроем капот. Что там внизу? У нас есть некоторые пайпы, куда данные заходят. Это могут быть файловая система, это могут быть кавка, eventbus, все что угодно. Данные попадают в некоторый модуль, который занимается приемом данных. Называется ingestion. Потом данные валидируются и enrich'ятся, то есть обогащаются обязательно. Мы валидируем, потому что, как вы понимаете, сегодня вы открыли Chrome, посмотрели, какие пиксели шлются в YouTube и попытались их сами отправить. И вы думаете, что вы хакнули систему. Или наоборот, он скажет, что там какую-то ошибку выдаст. И вы поймете, что не так все просто. Вот эти ивенты, вы их отправляете. Фактически они доходят до своего адресата. И задача тех ребят посмотреть, что эти ивенты, они пришли от людей, а эти ивенты пришли от авторизированных сертифицированных плееров. И это важно различать. То есть то fraud, то не fraud. А еще ипишники, которые спамят. И все это здесь фактически вот на этапе валидации enrichment'а выполняется. Или, например, у нас ingestion передает IP-адрес, с которого пришел запрос, а мы в enrichment'е обогащаем данными гео. По ипишнику мы можем вытащить там регион, страну и все такое. И это все тут же вытаскивается. Потом идет агрегация. Что такое агрегация? Ну, на самом деле, можно было бы сырые данные, которые мы обогатили, уже выкладывать для репортинга, класть в какую-нибудь там большую гигантскую таблицу и говорит, вот вам. И уже репортинг будет делать какие-то SQL-запросы, да, и там grow by, join и все такое делать. Может показаться, что это решение проблемы, но на самом деле это работает на маленьких рейтах и маленьких скейлах. Когда у вас проект, в котором там раз в час зайдет пользователь, или там 100 пользователей раз в час, это нормально, это работает, и то недолго. Через год у вас данных будет достаточно много, и база будет неповоротливая, вы не будете знать, что с ними делать. Поэтому в больших системах данные преагрегируют. Есть специальные проекции по транзакциям, по рекламе, по видео, по просмотрам, по плеерам, которые фактически оставляют основу для будущих grow by и join'ов уже в репортинге. То есть они фактически агрегируют данные не поверх сырых данных, которые тоже в компоненте, который называется Data Warehouse, есть, это наш storage. Но они, конечно, используют агрегацию. Агрегацию. Сырые данные никто не дает. Там миллиарды сообщений. Они нужны тоже для своего роли, выполняя в трэблшутинге. Мы можем, но просто запросы там выполняются час-часы, в то время как здесь в репортинг-сервисе, вот latency, очень важен. Аналитик не будет ждать час своего репорта. Вот. Агрегации позволяют этот latency уменьшить. Data Warehouse, как я уже сказал, это компонента хранения. Это нечто абстрактное, но у нее есть свои границы. Поговорим немножко о технологиях, которые там могут быть. Ну, репортинг-сервис и аналитика часто являются частью дата-платформ. Иногда их выносят в отдельные компоненты, которые являются потребителями даты платформы данных. Это уже зависит от точки зрения конкретного PM, конкретного продукта, разделение ответственности. Еще есть некоторые модули, я о них поговорю чуть позже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...